Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию обзор на март электронного образовательного контента Библиотеки Московской электронной школы по изобразительному искусству, рекомендуемой для изучения в пятом классе. В данном обзоре предлагаем подборку учебных материалов по теме месяца «Народные художественные промыслы России». По данной теме вы найдете сценарий уроков, который знакомит учащихся с русскими народными художественными промыслами. В русских промыслах отражается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры. Сценарий урока «Городецкая роспись» расскажет о городецкой росписи русскому народному художественному промысле. Из видеосюжета ученики узнают о том, откуда пошло название городец, из какого материала изготавливали изделия и какие краски используют для росписи современные мастера. Еще один видеосюжет иллюстрирует создание цветочной композиции, а рассмотрев иллюстрации, ученики смогут назвать элементы городецкой росписи в цветочной композиции и определить последовательность их выполнения. Также ученики ответят на вопросы, какие бывают разновидности городецких птиц и какие встречаются сюжеты, кроме цветочной композиции. В интеракционном задании можно составить из предложенных элементов свою уникальную композицию разделочной доски. Посмотрев видеосюжет об этапах создания городецкой птицы, ученики закрепят свои знания с помощью интерактивного задания и выполнят творческое упражнение. Сценарий имеет задания различной степени сложности. Рассмотрев изображение, ребята приступят к творческой работе и создадут на разделочной доске композицию в традициях городецкой росписи с различными типами орнаментальных сюжетов. Далее сценарий предлагает собрать красочный пазл, составить рассказ о сюжете изображений и назвать элементы росписи. В заключении ученики ответят на вопросы итогового теста, что поможет лучше понять и закрепить пройденный материал. О русском народном художественном промысле северодвинского края поведает сценарий урока «Борецкая роспись». Борецкая роспись и по дереву свойственен насыщенный, напряженный и густой колорит, присущий иконописным образцам. Все об истории возникновения промысла и его особенностях можно узнать из видеосюжета. Рассмотрев изображение на диалоговой доске, ученики проведут сравнительный анализ и ответят на вопросы, чем отличается «Борецкая роспись» от других видов росписи северной двины, как и на сколько ярусов разделена прялка, какие типы орнамента чаще всего используют «Борецкие мастера». Далее предлагается ответить на вопрос тестового задания. Посмотрев видеосюжет об основных элементах «Борецкой росписи» и рассмотрев изображение, ученики приступят к творческому заданию, в котором предлагается выполнить упражнение, нарисовать поэтапно главные элементы – дерево, коня, тюльпан и другие. Творческое задание повышенного уровня направлено на критическое мышление и самоорганизацию учащихся. Выбрав свою форму разделочной доски, ученики создадут ее эскиз, украшая элементами «Борецкой росписи» и нарядной каймой. Выполнение тестового и интерактивного заданий помогут закрепить знания о представленном виде народного художественного промысла. Приложение «Народные художественные росписи Северной Двины» предлагает рассмотреть изображение и определить, какие изделия относятся к промогорской или борецкой росписи. Мизенская роспись – один из наиболее древних русских художественных промыслов. Тест «Русский народный художественный промысел «Мизенская роспись»» поможет ученикам повторить пройденный материал и закрепить полученные знания. Наши партнеры Global Lab познакомят нас с проектом «Анималистический орнамент», в котором ученики смогут создать свою орнаментальную анималистическую композицию.